Это программа интервью, микрофона Светлана Занько, а напротив меня Дмитрий Шпаро, советский, русский путешественник. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич. Добрый день. Сразу хочу сказать, что программа идёт в записи, потому что вот сегодня 2 октября, день приезда Дмитрия Игоревича в Киров, эфирное времени уже нет, мы пишем всё поздно, часа так в три, в это время кировских программ практически нет, поэтому вот сегодня вы нас слушаете в субботу, уважаемые слушатели. Думаю, что они с меньшим интересом, чем в рабочей, надеюсь, что даже есть больше. Ну, прежде всего, Дмитрий Игоревич, надо обозначить повод, по которому мы приехали в город Киров, чтобы понять, каким образом мы вас заполучили в нашу студию. Открыли выставку сегодня, выставка называется «Вызов Северного полюса». Выставка необычная для меня, потому что она сделана для улицы. Мы делали массу разных выставок в Москве, там, на каких-то очень престижных залах, в Малой Манеж, там и так далее, но это всегда были выставки, которые внутри, а это вот вне. Всепогодная выставка, которую можно показывать и под дождём, и под градом, и под снегом, она начала своё шествие по городам России 4 сентября в Новосибирске, потом попала в Екатеринбург и теперь вот сегодня в Киров. Третий город. Третий город, всего городов 7, и это соответствует тому, что в последней российской молодёжной экспедиции на лыжи к Северному полюсу в апреле этого года участвовали 7 детей, поторгодству, из 7 городов, вот именно из этих городов, в том числе стало быть из Кирова. Ну вот, таким образом мы приехали сюда и благодарить даже этого парня, который ходил, Никита Серков, который ходил в этом году на лыжах в Северном полюсе. А Никита же совсем молодой парень, он только школу окончил, насколько я понимаю. А все парни и девушки, которые участвуют в этих молодёжных экспедициях, все молодые, возраст 16-18 лет, 19-летнего не берут. Старт взрослой жизни. 15-летних тоже не берут. Старт взрослой жизни. Очень интересно, сейчас об этом подробно поговорим, кто эти люди, чего они там делают в этих экспедициях, как туда попадают, зачем идут и что с ними там происходит. Но надо, кстати, сказать, что вот в этой 8-й уже экспедиции, 8-й год экспедиции на Северный полюс с участием молодых людей проходит, участвовал министр образования Дмитрий Ливанов, а в прошлом году участвовал Павел Астахов, детский омбудсмен российский. Вы зачем таких больших персов берёте? Свет, вы глядите, значит, идут 7 детей. Вот это вы уже все поняли, да? 7 городов, 7 детей. Вот. С этими семью подростками идут два руководителя. Это Матвей Шпаро. Ваш сын. Мой младший сыновья, да. И его напарник Борис Молин. Это вот такие героические, очень опытные путешественники. Я думаю, что, может быть, самые знаменитые путешественники в мире сейчас. Полярные путешественники. Не будем скоро уменьшить, так и есть. Награды об этом говорят, их достижения тоже. Да, не столько награды, сколько достижения. Вот. И кроме того, ещё с ними идёт вот эти 100, 120, 150 километров от нашей дрифующей станции до Северного полюса, ещё идёт дополнительная группа из четырёх человек. Эта дополнительная группа, как правило, журналисты, но чтобы журналисты не погибли, с ними идут ещё один и два вида. Так. Таким образом, идёт 7 плюс 2 плюс 4, всего 13 человек. Ой-ой-ой, а цифра-то какая? И таким образом, вот в этой вот группе из четырёх человек, в принципе, может попроситься любой человек, который ударил себя в грудь и скажет, вот я очень хотел бы с вами пойти. Он не может пойти вместо ребёнка. Ребёнков должно быть семь. Понятно. Ну вот, но уступить место, вот, не взяв журналистов, это мы можем. Ну и к Матвею подходит, значит, Павел Астахов, вы говорите. Прям вот сам подходит. Ну они встречаются там на некой комиссии, президентской комиссии по содействию, развитию и детства до 17-го года. Матвей входит в число людей в этой комиссии или комитета. И Астахов там бывает, и Ливанов там бывает. И вот Павел Алексеевич Астахов говорит, что я хотел бы, Матвей, пойти с тобой, но давай мы сделаем так. Это было всё в 14-м году. Ну, точнее, разговор-то у них, конечно, был раньше. В 14-м году они пошли. Идея Астахова воплотилась. Значит, давай мы с тобой возьмём вашу седьмую экспедицию в 2014-м году. Детей, как обычно, 16-18 лет, как обычно, они должны быть подготовлены так-то, 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 как написано в положении, которое мы подписываем вместе с Мутко. Вот, но пусть это будут дети трудной судьбы. Это было предложение Астахова? Да. Матвей говорит, да, классно, потому что во всех предыдущих экспедициях, в семи, у нас были дети, в шести, у нас были дети из детских домов, из коррекционных школ. Поэтому сейчас нужно только вот это усилить и взять в первую очередь, как ты предлагаешь, Павел, вот именно вот таких вот детишек с трудной судьбой. Ну, это всё реализовалось самым лучшим образом. И действительно, мы взяли в этой группе сопровождения Павла Алексеевича Астахова, он себя очень хорошо зарекомендовал. И на самом деле, было, конечно, очень красиво, что идут дети в поход на лыжах с трудной судьбой, и параллельно с ними идёт, ну, тот человек, который должен о них заботиться, Павел Астахов, тоже так же на лыжах, со всеми девушами, без всяких вообще исключений, трудностями, с той же едой там, ну, и так далее, и так далее. Только с сушёными креветками в запасе. Ну, он оказался первый раз у нас за всё это время на маршруте был вегетарианец. Поэтому вот его рацион немножко отличался, но это не имеет никакого значения. Ну, это, что тут уж скрывать, это хорошо даже для... Дело в том, что вегетарианец. Да, но сложностей никаких не было с этим экспедицией, решили вопрос. Нет, не было. Но я к тому, что это ведь неплохой пиар, на самом деле. Любая экспедиция, она должна быть прославлена, озвучена. Вы имеете в виду пиар для нас? Конечно. Конечно, это был классный пиар. И именно с Павла Астахова началась вот эта история, с присутствием больших персон, известных в экспедиции. Вы понимаете, это, Света, это неправильно сказать, потому что я не уверен, что эта история будет продолжаться. Я не уверен, что так много вообще персон, таких вот знатных, которые могут и хотят, или хотят и могут пойти на лыжах Северного поля. Я уверяю, что таких вот раз-два я общался. Может быть, кроме Астахова и Ливанова таких больше-то и нету. Мы сейчас с Матвеем говорим, вот как было бы здорово, если в следующую нашу экспедицию, а в следующую экспедицию мы, видимо, будем приглашать кадетов. Значит, кадетские классы, кадетские корпуса, кадетские школы, кадетские колледжи. И вот если мы соберем такую команду, было бы классно нам пригласить какого-нибудь, опять-таки, вот крупного чиновника, который, ну, близок к этой теме. Но, понимаете как, в любом деле, когда ты, в общем, какую-то планку освоил, то хорошо бы, все-таки, не спускаться с этой планки. Поэтому, если мы и возьмем человека, то этот человек должен быть, ну, по крайней мере, губернатором. Никиту Юрьевич приглашали уже? Нет, вот, к сожалению, сегодня мне открывал выставку, значит, чудный совершенно человек, мне очень он понравился, Александр Александрович. Галевский. Галевский, да, вот. Заместитель наш. Я про него очень много наслышался, но и сегодня с ним достаточно много общался, но ему, в самом деле, очень сильно понравился. Передавал там приветы от Никиты Юрьевича и прочее, прочее. Передал сожалению Никиту Юрьевичу, что он сам находится в Сочи, его сегодня физически просто нет. Вот, но не знаю как. Никита Юрьевич человек, он может пойти на лыжах или не может? Может, он человек крепкий физически, молодой, и кадетские классы, надо сказать, в Кировской области очень тоже развиваются. Отлично, тогда мы можем, если Никита Юрьевич это самое захочет, мы можем его взять. Вы ему предлагаете поучаствовать в этой экспедиции? Видите, и Астахов, и Ливанов у Матвея спрашивали. Слушай, Матвей, не можешь ли ты взять нас? Да, значит, причем они спрашивали более-менее одновременно. Но так сложилась судьба, что вот, значит, все-таки открыл путь вип-персонам Астахов. Вот, а на следующий год Ливанов Дмитрий Викторович сказал нам, ребят, а давайте мы теперь поступим так. Давай мы возьмем в экспедицию к Северному полюсу отличников, победителей школьных олимпиад. И это была уже идея Ливанова. И эта идея нам понравилась, надо сказать, не меньше, если не больше, чем идея Астахова. Потому что, понимаешь, вот у нас... Министр образования отличников, конечно, мог бы, хотя троечники, между прочим, тоже вполне бы могли поучаствовать. Это правильно. Так нет, да пусть троечники участвуют. Дело не в этом. Они должны быть победители олимпиад. Может быть, самые даже двоечники. Идея понятно. Но если Никита Юрьевич к вам попросит, скажите мне, Дмитрий Игоревич, не могу я тебе пустить этот момент? Дмитрий можете меня называть. Дмитрий, возьмете Белых с собой в экспедицию к Северному полюсу? Если он попросится? Если попросится. Да, я думаю, что можно взять его. А вот теперь расскажите. Я знаю, что вот эти ребята, которые к вам приезжают в лагерь, в Карелию, они проходят достаточно тяжелый, трудный путь. Их там не семь человек на первоначальном этапе, а гораздо больше. Сорок. Сорок. Со всей страны. И вы рассказывали в своих интервью, посвященных этому вопросу, что те экспедиции и те тренировки, которые они там имеют, они чуть ли не тяжелее, чем сам поход к Северному полюсу. Правильно. А вот эти вип-персоны, они как готовятся к походу? Видите, вот они занимают место, которое предназначально было предназначено журналисту. Журналистов мы не пропускаем через эти испытания карельские. Мы просто говорим. Был парень из коммерсанта, был парень из комсомольской правды, был парень из известий, из российской газеты. Мы просто на него смотрим, мы с ним разговариваем, узнаем про его физические кондиции, про его взаимоотношения с лыжами. Стараемся понять, какой он человек по характеру добрый, злой. Заботится больше о себе или заботится больше о других. То есть мы стараемся понять его облик. Но мы просим его заглянуть в Карелию, пройти какие-то там обязательные тренировки. Ну, например, последние 4 года мы на московских водоемах в марте месяце испытываем те костюмы непромокаемые, в которых ребята плывут через полыни, через каналы, когда идут там по Северному полюсу. А это что? Это костюм хорошо заранее вот на себя надеть и поплавать. Это что-то костюмы? Это дайверские какие-то? Не-не-не-не-не. Сейчас расскажу. Для того, чтобы потом вот не растеряться, когда нужно быстро. Льды двигаются, обстановка все время достаточно сложная. Нужно как-то, в общем, все время, в общем, быть в курсе того, что происходит. Вот это вот испытание, которое прошло и Астахов, и Льванов, связанное с костюмами. Ну, а 10 дней в Карелии на кое-черт? Понятно. Не нужно. У них все люди заняты, у них, конечно, совершенно не так же. Не нужно. Для нас это не нужно. Вот эти испытания карельские, они нужны для чего? Они нужны для того, чтобы все-таки действительно отобрать ребят и отобрать их вот по таким довольно сложным показателям. Это не физические кондиции, это не умение ходить на лыжах. Нам не нужны ребята, которые заняли на соревнованиях по лыжному спорту первые места. Нам не нужны там ребята, которые могут сжать штангу, там, столько-то, килограмма, не столько-то. Нам нужны нормальные ребята, которые правильно себя ведут в трудной ситуации, которые не будут подводить друг друга, которые не будут думать о себе, а будут думать всегда о товарищах, которые обладают определенной душевной красотой, Которые достаточно просты К нам в экспедицию, сейчас было 56 ребят Нам ни разу в экспедицию из детей Ни один не попал в облату Мы как огня воимся каких-то детей Из привилегированных семей Потому что это дети С большой вероятностью априори испорченные Значит нам нужны нормальные Хорошие дети, лучше всего чтобы они были Даже не из городов, а из сел В каком-то смысле, хотя это конечно не так Это я просто утрирую Ну вот, поэтому Что самое трудное в идеале Нетрудно пройти 120 километров Нетрудно завод тащить саночки Там 40-50 килограмм, это же не трудно Но трудность может возникнуть Неожиданно, потому что там Вот опасность, она может возникать Когда ее никто не ждет Из этой опасности нужно каким-то Коллективным образом выбираться Они должны быть управляемы Потому что Матвей и Борис Матвей Шпаров и Борис Молин Знают что делать, но дети их не должны Подвести в трудные ситуации Дети не должны подвести своих руководителей Своих друг друга И тогда все закончится хорошо Да, вот хотелось бы немножечко Здесь вас прервать Для того, чтобы еще раз напомнить Слушателям, кто у нас в эфире А в эфире у нас Дмитрий Шпаро Советский русский путешественник Человек, между прочим Экспедиция которой в 79-м году 31 мая в 2.45 ночи достигла Северного полюса впервые на лыжах Так? Да, да, очень приятно Да Я с большим вниманием и с удовольствием Слушала ваше интервью Готовясь к сегодняшней нашей встрече И всем советую это сделать На сайте Московского Эхо Очень много на самом деле с вами встреч Они очень познавательны Так вот, вы там действительно говорите Что из этих экспедиций В которых вы участвовали Выходят люди Которые становятся Ну, если не друзьями на всю жизнь Ну, по крайней мере Всю жизнь чувствуют Что есть вот некие стержни На которые они могут и переться В случае чего Скажите, пожалуйста Вот ребята, которых вы берете с собой В экспедицию на полюс Сами вы не ходите Сын у вас сейчас ходит Что с ними происходит В течение подготовки к этому походу И в течение самого похода Вы сказали Они должны обладать определенными Моральными качествами Помимо физических А после экспедиции Что с ними происходит Свет, вот я сказал про моральные качества Но я пытался сказать И про душевные качества Душевные, хорошо Вот это на самом деле Важное дополнение Вот эти ребята Которые идут в Северную полюс Может быть за каким-то Очень небольшим исключением Они душевные люди Это приятно И это добрые люди Добрые, хорошие Вот они побывали в этой экспедиции Вы какой-то с ними поддерживаете Потом контакт? Смотрите Отчасти да Отчасти да Вот например Я встречал двух девочек Одна из Розаевского детского дома Это Мордовия Другая девочка из Думенического детского дома Это Калужская область Вот они обе Будучи Значит Детдомовцами Значит Участвовали в этих экспедициях Вы потом Через какое-то время Значит мы с ними По каким-то поводам Встречались Значит Они заняли какое-то Своё хорошее место в жизни Они Эти две девочки Вышли замуж У них Родились маленькие детишечки И Кроме того Одна студентка Другая Значит Тоже студентка То есть Это девушки Которые состоялись Не только вот Как мамы Но они Как-то вот Ещё Занимают Какое-то И намерены Занять Какое-то Положение в обществе Положение в обществе Они думают О своём Собственном развитии Не только Значит Вот как Член вновь Сознанной семьи Ну А как можно Если например У Детдомовца Так складывается Судьба Это на самом деле Замечательно Конечно Скажите пожалуйста Как возникла Эта идея Таких походов Молодых людей К Северному полюсу В недрах чего В недрах Вашего клуба Приключения Вашей собственной голове Нет 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 Тут страшно Красивая история Я вот смотрю На крышку Вашего компьютера Она абсолютно чёрная Значит Вот 22 декабря 2007 года Значит Мадвей Шпаров И Борис Смой Это те два парня Которые вот Водят сейчас детей К Северному полюсу Они отправились Мы с Арктического Крайняя точка Нашей Советской Нашей российской Территории К Северному полюсу 22 декабря Сами Двоём Двоём Да И они пошли Это полярная ночь Это полярная ночь Это вот темнота Абсолютная Значит Если есть Луна То луна Светит Но две недели Луна есть Две недели Луны нет Погода Часто бывает Плохая Если погода Плохая Облачно Никаких звёзд Нет И луны Если она есть То её тоже нет Значит Как правило Они шли В кромешной темноте И вот они шли Значит Тот же самый путь Который в своё время Я прошёл В марте Апреле И в мае Они шли Декабрь Январь Февраль И пришли на Северный полюс На 84 день 14 марта Через неделю 21 марта На Северном полюсе Появилось солнце Значит Они ушли без солнца И пришли без солнца Они уложились Полностью В астрономические понятия Полярные ночи И в основном Шли Вот в темноте И вот когда они стартовали То у нас была договорённость Что мы приложим все усилия Чтобы в этом году В апреле Они финишировали 14 марта Чтобы в этом году В апреле К Северному полюсу Пошла первая Российская молодёжная экспедиция На лыжах К Северному полюсу Которую они поведут Они вернутся в Москву Команду мы уже подготовим Вместе с Министерством спорта Тогда был Фетисов министр И они пробудут здесь Там неделю Две недели Три недели И снова с ребятами Полетят туда На нашу дрейфующую станцию Тогда она называлась Станция Борнео И пройдут ещё 120 километров Для того Чтобы привезти Вслед за собой На полюс детей То есть Эта идея была Матвея и Бориса Почему они захотели Этим заниматься Зачем Почему Деням хорошо Пойти на Северный полюс? Да Ну Это вопрос Который с предыдущим вопросом Не связан Вы спросили меня Как это всё родилось Я вам рассказал Родилось вот так Теперь хорошо Теперь вопрос Зачем нужны Такие экспедиции Я думаю Что эти экспедиции Очень хороши Потому что Значит У всех молодых людей Должны быть Перед глазами Неде Героические события Которые Осуществляют Их сверстники Потому что Тогда они верят Что в самом деле Что-то святое Что-то настоящее Что-то из области мечтаний Может произойти Вот такие примеры Должны быть Если мы вместе Со Стаховым Введём ребят Трудной судьбы То ребята Трудной судьбы Деддомовцы И ребята Из коррекционной школы Должны верить Что Это Равные полюса Что они могут пойти На Северный полюс Тоже Это для них Вот ярчайший маяк Для десятков Для сотен Тысяч молодых людей Вот это надо понять Нам говорят А вот Вы тратите много денег На самом деле Тратим не мы Тратит государство Так И государство Правильно делает Что эти деньги тратит И рассуждение Сколько можно построить Детских садиков На эти дома Неправильное Потому что На эти деньги Детские садики Построить нельзя Это неправильные вопросы Это неправильные вопросы Детские садики Строят на другие деньги Нельзя построить Детские садики На деньги Которые на самом деле Косвенно тратят Авиация ФСБ Которая довозит нас До станции Борнелла Это деньги Которые нельзя Каким-то образом Выложить на стол Вот А то что государство В лице ФСБ Нам помогает Забросить туда Детских Ну это замечательно Я помню Что Артур Челенгаров Когда опускался На дно Северного Давидова Икеана Это на самом деле Было Конечно Героическое погружение И все нормально Я очень горжусь И очень люблю Артура Мы друзья Но потом он Вернувшись в Северную Болью Скал А вот на эту экспедицию Не было потратено Никопедии государственных денег Все было сделано на спорте На спонсорстве денег А какого черта Если это такое красивое Национальное достижение Почему же на него Нельзя потратить денег Зачем же нужно В это дело Впихивать Каких-то Зарубежных спонсоров Это позор на самом деле Что на нашу Величайшую экспедицию Деньги мы берем за границей Вот это рассуждение Мое личное Сейчас Ну вот Этим рассуждением Я делюсь вот с вами Светлана И вашими слушателями Раз уж заговорили О финансировании И снабжении У вас есть уверенность В том что в следующем году Состоится эта экспедиция Поддержку чувствуете? А вот Значит Дмитрий Викшель-Уванов Министр наш Оказался вот таким Совершенно Образование Образование Наути Да Оказался совершенно Отличным Спутником В этом путешествии Крепкий Надежный Хороший товарищ Значит Абсолютно не чиновник Абсолютно не Виперсона Нормальный Во всех отношениях Простой И Он Видимо Внутренне Очень Загорелся Вот Идея этого Полярного путешествия То есть он разделил Ваше Прозрение на эту идею Я думаю что он разделил Значительно раньше Иначе он бы не Выпросился Об этом экспедиции То есть он утвердился Видимо Да Он утвердился Вот в этих своих Предположениях Вот Он все это через себя Прочувствовал И он увидел Какая колоссальная польза Тут может быть Для образования И науки Тем более что В этом году В этом году В 2015 Создали Государственную Арктическую комиссию Которой долго Долго не было Сейчас эту комиссию Возглавляет Рогозин А Ливанов Возглавляет Одну из рабочих комиссий Вот этой Государственной Арктической комиссии И Ливанов Видимо Или точно Берет Следующие 5 экспедиций Под свою опеку То есть Выделяются бюджетные деньги И эта экспедиция Теперь уже Не будет приходить ФСБ И говорить Ребят Дайте нам Пожалуйста Самолет Если можете Мы будем Просто платить За самолет Теми деньгами Которые на это Выделены Вот И разумеется Мы будем стараться Делать так Чтобы Вот наша Уже Большая практика Организация Эти экспедиции Чтобы она работала На наше науку И образование Мы видим Для этого Очень хорошие возможности Значит Когда мы будем Отбирать детей Мы будем Отбирать детей По прежнему Но это будет Сопровождаться Какой-то Обширной Национальной Образовательной Программой То есть Это уже будет Не какая-то Отдельная Иноэнтузиазм Построенная Экспедиция Это будет В некой программе Такой государственной И это Придает вам Уверенность Вот первая Экспедиция Которую мы делали Прошу прощения Первая экспедиция Которую мы делали Смуткова Мы рассуждали Так Что все дети Должны обязательно Участвовать в Лыжне России Ну министр спорта Понятно Понятно Вот это постепенно Ушло Вот Мы Мы поняли Что на самом деле Участвовать в Лыжне России Хорошо Но это не для всех Вообще возможно Потому что Если мы берем Например детей Из коррекционных школ То им в Лыжне России Участвовать Довольно сложно И в общем Незачем Может быть Ну я не знаю Есть или нет Но так или иначе Довольно сложно И поэтому Нужны какие-то Альтернативы Нужны какие-то Другие массовые Вынужденные соревнованиями Их там принимают Участвуют 150 детей Из московских Коррекционных школ После много Коррекционных школ И Мы берем Из вот этих 150 участников Вот этих Двухдневных соревнований 5 ребят А мы этих 150 человек Все видим Мы отбираем Из них 5 ребят Которых отправляем В Карелию И таким образом Реально Инвалид Ребенок-инвалид Может попасть В нашу команду То есть понимаешь Вот пути Как попасть Они обширны Но Я вспомнил Про Лыжню Россию В связи с тем Что можно Наверняка Делать какую-то Российскую Образовательную программу Участие в которой Обязательно Для того Чтобы попасть в Карелию А пока это действует По-другому Сегодня Я читал лекцию У вас здесь Перед кем Кстати Ой Государственный Университет В нашем Университет Гуманитарный Вятский Государственный Университет Все было Чудесно Но Такие вот Они какие-то Все светлые А вопрос Ведь понимаешь Как Вот я могу Вот я не могу Понять Если значит Вот предположим 100 человек Слушают И вот из этих 100 человек Вдруг 2 Подходят И спрашивают Это что означает Это значит Что у них есть Какая-то внутренняя потребность Что им Как-то интересно Им понравилось Они в самом деле Уже сейчас хотят Они горят Если они сейчас горят И им интересно То они могут На самом деле Еще сдвинуть Несколько гор А потом уже Пойти к Северному полюсу Понимаешь Это как классно Когда у человека Появляется Некое желание Это заряжает вас? Меня? Да Не ну как Я предпочел бы На открытии выставки Не 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 Ну тут должно быть Все спокойно Значит я предпочел бы На открытии выставки В Киров конечно Не ездить Потому что у меня Много дел Для меня это Достаточно сложно И сейчас Вот после И сейчас Вот через два Мы с вами закончим Я пойду Все-таки два часа Посижу в гостинице И позанимаюсь С тем Чем мне нужно заниматься Напишу книги А сейчас занимаюсь Серьезными делами Но открытие выставки В Новосибирске В Кирове И вот здесь В Кирове А потом в Перми А потом в Москве В Дмитрове Под Москвой И Ставрово Ну я это рассматриваю Как свой долг Вот А если я уже Что-то делаю Но я стараюсь Сделать хорошо Такой вообще Принцип жизни На самом деле Не зря сказала Что ощущение Энергетики От вас исходит Какое-то потрясающее И у меня Как раз и была Была такая идея Что вероятно Молодые люди Все-таки накачивают Вас своей тоже Энергией И своим откликом Ну Свет Это то что вы говорите Это понятно Это очевидно Это так Конечно Когда эта девчоночка Аня И этот мальчишечка Вова Вова Так и сказала Вова Я говорю Вова У нас Хорошие популярные Вова Так вот значит Ребят Просто молодцы Я готов был Расселовать Не ждали большего Количества ребят Которые подойдут Да нет Новосибирск В Екатеринбурге Ко мне не подходили Ни один Ни один Но правда Может быть Не было Нет Там я тоже В Екатеринбурге Даже две лекции читал Но видишь как Тут может быть Киров Имеет какую-то Свою специфику Даже не потому Что он меньше Чем Новосибирск И Екатеринбург А вот что-то другое Может быть Это город Просто более северный В каком-то смысле Он просто северный город Там Как Вологда Как Архангельск На том же уровне Вот я и Вологду Архангельск Очень люблю Вот в Кирове Я к сожалению Первый раз А Вологду И Архангельск Я хорошо знаю Но Дело в том Что сегодня Около стендов Около выставки Были Были еще Четыре для меня Знакомых человека Которые Были инструкторами Или есть инструктора В нашем Карельском Ладере Большое приключение То есть мы с ними Кировские ребята Кировские ребята Слушай Я тебе скажу Такую историю Значит В 2004 году Или в 5 Или в 6 Карельский Рад Большой 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 Работает с 2000 года Из Кирова Приехала девочка Инструктором Работает В наш Ладере А он 500 км К северу Петрозаводска В Дебрах Карелии Она приехала А где А где Которая Которая приехала На велосипеде Оказалось Но они Знаменитая Радио Если говорить Десять дней Через горы И их Поход Кончался В Красной Поляне Значит Это Супер Путешествие Сейчас я В инструкторам И вообще Всем говорил Про то Что У нас В марте Школа Инструкторов Мы Очень надеемся Что Ряды Наших Инструкторов От них Очень много Зависит Потому что Они являются Воспитателями Детей Наших Ладеря Что Приезжали Ребята На работу Из Кирова Но И при этом Я всем Всегда Объяснял Что Если Ты приезжаешь В марте На наши Школы Инструктора Неделя Теоретические Занятия Потом В конце Апреля Неделя Практических Занятий Тут надо Вложиться Для того Чтобы За свой Счет Доехать До Москвы Но Потом Ты можешь Ехать В наши Ладеря Большое Привешение И получать Там нормальную Зарплату В течение Всего Лета Если Ты хорошо Работаешь Если Ты любишь Детей Если Ты Маломальский Нормальный Путешественник Голова У тебя На плечах Характер Нормальный То Ты получаешь Корочки Инструктора Третьего Категории Но Потом Это Профессиональное Предложение Вот На рынке Труда Ну А Чтобы Попасть В ладеря То Школьникам Школьникам Ну Тут Разные Пути Есть Значит Когда-то Вот Мы Скажем Выигрывали Всякие Тендеры Министерства Образования Когда мы Получали Возможность Приглашать Ребят Бесплатно В этих Случа Мы Приглашали Как раз Детей Из коррекционной Школы Или Из 10 Домов Но В последнее Время Это У нас Не Получается Москва Социальных Детей Посылает Очень Активно У нас Программа Ребилитации За счет Департамента Соцзащиты Населения Города Москвы Программа Профилактики Девянного Поведения За счет Департамента Образования Города Москвы Вот Ну а так Родители Покупают Путевки Но они Недорогие На рынке Путевок Они имеют Среднюю Стоимость Вполне В Карелии В Краснодаре Это нормальный Бизнес Проект Ну то есть Если вы не в программе То вы можете Элементарно Как это делают Все родители Купить путевку В лагере Отправить Своего ребенка И тут есть сайт Который называется Pro Camp Ru Pro Нижнее подчеркнение Camp Ru И вот там Вся информация Есть Да Это отличный сайт Благодарю У вас Большое спасибо Что сегодня Пришли к нам Дмитрий Шпаро Известный Советский путешественник И писатель Был с нами В гостях Ну вот все Кто считает Что романтика Еще из наших душ Не ушла Кто хочет Испытать себя Пожалуйста Можете обращаться На сайт Дмитрию Шпаро Посмотреть Чем он занимается Отправить Себя самого Или своего ребенка Надеюсь Что таких смелых И сильных людей У нас будет становиться Все больше и больше Спасибо Большое спасибо